Ты себя загонишь? Не беспокойся. Мы проживем еще 20 лет. Не люблю, когда ты пророчествуешь. Человек, который предвидел будущее. Не нужно так переживать. Вы знаете, бывает так, что больному плохо, а потом вдруг наступает улучшение. И больной живет долго и в довольно приличном состоянии здоровья. Я вот помню, однажды она умрет и завтра. Я Вольф Мессинг. Вольф Мессинге. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, пойми, что солнечная энергия — это энергия будущих поколений! Мусь, не отвлекайся! Ну, это же элементарно! Ну, смотри, тёплый воздух, поднимаясь вверх, раскручивает лопасти вентилятора! Митя, коленку разбила, я, кажется, чулок порвала из-за этого дурака! Машка, ты что, меня не уважаешь? Дурочка, я же тебя люблю, 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 люблю! Я тебя люблю! Субтитры создавал DimaTorzok Митя, я так и не поняла, где воздух-то нагревается? Внизу или в коллекторе? Извините, я... Муся, это Трофим! Очень приятно! Мой друг! Извините, я... Треш, подожди! Стой! Подожди, куда ты побежал? А ну, стой! Трофим Трепалин! Мой сосед и автор этой этажерки, дай сюда! Трофим Терентьевич! Авиаконструктор, будущий! Мария Ростопчина, актриса, тоже будущая! Очень приятно! Трофим Трофим, ты когда запускать-то пойдешь? Завтра! Дашь полетать? Дам! А можно я тоже с вами полетаю, если вы, конечно, не против? Нет, не... можно, не против! Да, завтра! А сейчас поехали к нам обедать? Я вас с семьей познакомлю! Вот ты, господи! Какая же это чушь! Фу! Че ты там фыркаешь? Поделись, пофыркаем вместе! Товарищ Сталин уже тогда понимал, что время царей истекло! Так! Поэтому он встал у истоков революционного движения, народовольцы! А товарищу Сталину тогда было всего полгода! СМЕХ Большевики созревают рано! Да! Не буду я больше читать эту чушь! Имею полное право! Ой! Спасибо! Зелёдочка! Василий Андреевич, вы прочитали черновик моего диплома? Ну и что скажете? Ну, там есть некоторые нестыковки. Но, в целом, работа очень дельная! Очень дельная! Самая светлая голова на моём курсе! Запомните её! Виктор Любарский! Давайте выпьем за светлую голову! С удовольствием! Ну, Виктор! Нет, спасибо! Знаете, я пойду! Василий Андреевич, Педин хочет быть моим ретензентом! Считаю своим долгом вас предупредить! Ну, зачем? Зачем? Зачем вам этот... Этот человек? Он замдекана! Я не могу отказаться! Виктор! Оставайтесь! Укажи ты! Мама! Виктор сам решает, куда ему идти! Извините! До свидания! До свидания! Ты так всех моих учеников разгонишь! Скорее, не учеников, а женихов! Тётя Лиля! Прекратите ваши намёки! Не надо девочку дразнить! Вера, если не дразнить девочек, они никогда не выйдут замуж! Лови! Здравствуйте! Здравствуйте! До свидания! До свидания! Это кто? Это... Папин ученик Туйбарский! Угу! Говорят, он... Наша старшая сестра Зайкова, друзья! А она? А она любит медицину! Вот наш дом! Пойдёмте! Руха! Пошли! Товарищ майор! Это Любарский! Есть разговор насчёт Ростопчина! Да! Неотложный! А она любит медицинский! Папа! Знакомься, это Митя! Это Трофим! Здрасте! 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 Мои друзья! Кто это такие? Это Мушкины женихи! Ты чего? Это... Это Гулька! Здрасте! Не Гулька, а Галина! Это моя младшая сестра! Мальчики, помогите маме на кухне! Есть! Есть! Да! Приказки! Можно... Театральный, Муся! Никаких женихов! Подождите! Подождите! Какой театральный? Лесом и... Что, ваша внустная пропаганда? Вася, знаешь, что в нашей стране это единственная профессия, которая соответствует состоянию душ. Если уж врать, то врать артистически! Правильно? Правильно! Ну, хорошо! Хорошо! Тогда начинай учиться на артистку! Папа, а ты... А ты что, считаешь, что то, что... Ты преподаешь лучше? Кому сейчас вообще нужна история, философия? Вот артисты, если они что-то играют, то про жизнь... А ты про что? Ты совсем уже, что ли? Теть Лиля, а где бабушка? Лиза! Наверху! Трочит что-то! Два швейка! Скажи ей, Муся, что если она не спустится сейчас, я уйду и больше не приду! О! О! К примеру, гидроэлектростанция – это энергия и сопротивление. Больше напортим, больше сопротивление. А сама идея солнечной электростанции основана на, принципе, аккумулировании энергии, то есть дармовщина – коммунизм. Нет, подожди, коммунизм – это не дармовщина. Ну да, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Потребности нашего с тобой соседа Пескунова очень сильно обгоняют его способности. Он, кстати, у нас с тобой мыло ворует. Так что с Пескуновым да в коммунизм? Ба, пойдем. Тебя твоя подруга ждет. Ба, ну пойдем. Что у тебя с губами? Варенье. Сотри. Вот вы доктор наук. Да, я академик, лауреат. Ну, обоснуйте ему! Научно! Что такое коммунизм? Обоснуй, обоснуй, дорогой наш академик. Ну, что здесь обосновать? Вы посмотрите на этот шикарный стол. У нас здесь все от каждого по способностям. Каждому по стопорю. По стопорю, да. Вот вы, женщина, оговорите пошлость. Вы добавок курите, как паровоз. Митя, извинитесь, пожалуйста. Да почему я должен извиняться? Вы все неправы. Коммунизм будет, и солнечные электростанции будут. И никто при коммунизме курить не будет. Митя! Митя, стой! Ты куда? Эх вы! Митя! Митя! Два сапога пара. Митя! Вернее, два валенка. Да остановись, Митя! Ну, Митя! Остановись! Ну, не обращай на них внимания, Митя! Ну, перестань! Я дурак, да? Нет, ну, просто они... Они ничего не понимают. Ты чего? Просто... Митя... Зоя, а ты как написал? Свобода — это стойкость и решимость до самой смерти? Нет. Вот надо. Свобода — это величайшая верность истине. Хорошо. Мам, что случилось? Ничего. Вася, только что звонили с кафедрой. Почему ты молчишь, Вася? Тихо, только... Вася, я тебя прошу. Пойди сейчас же к Педину и откажись от Любарского. Скажи, что ты не читал его работ. Не успел. Вера, мы уже это все обсудили. Потом я не могу отказать своему ученику. От своих детей ты можешь отказаться, да? Мама! Зоя, ты молчи! Ты ничего не понимаешь. Арестовали Любарского вчера. Витю? Да. А вот этот вот принципиальный товарищ является его научным руководителем, понимаешь? И следующим, папочка, будешь ты. А потом все мы. Я должен отвечать за каждое свое слово. Должен быть верен каждому своему слову, самому себе. И если я учу одному, а потом поступаю по-другому, значит меня просто нет. Я просто не существую. Вася, Вася, это все философия. Я сыта по горло твоей философии. Я устала. Мам! Мамочка! Мам! Мамочка! Мам, ты чего? Да! Вот Incont書! Он эгоист! Он думать только о себе! Папа, они разберутся и выпустят его! Зоя, Витя, тут ни при чём, тут всё, тут всё гораздо серьёзней. Зоя, обещай мне, что ты позаботишься о маме, о сёстрах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пап, там машина чёрная приехала. Как? Там. Где? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, быстро сожги. Живы, сожги! Так, принеси мне саквояж. Дедушкин старый! Успокойся. Ну что ты? Да ну что? Да они разберутся, это недоразумение. И это всё недоразумение, они разберутся. Я вернусь, я конечно же вернусь. Папочка, успокойся. Не поедешь никуда. Ну не поеду. Я тебе никуда не отдам. Да всё будет хорошо, что ты. Успокойся. 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 КОНЕЦ Муся, Гуля, ешьте. Не хочу. Это что тут за голодовка? Вы будете есть. Влюбляться. Выходить замуж, петь и танцевать, жить ради папы, даже если он не вернется. Он вернется. Митя? Война началась. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны. Германские войска напали на нашу страну, оставили наши границы во многих местах и подвозили панкошки со своих самолетов и рассказали, которые дети губовили. Ирина Каш sådan단acyjна, Германская войны. И некоторые другие. Музька! Привет! Вон там еще, на медкомиссии. Ну чего, все отлично. Здоров как бык. Только кулисы, какие-то таблицы. Я не даю буквы не угадал. Вот так все отлично. Смотрите, разрешили. Один там упрямый такой сидит, а еще прямо. Пока не подпишешь, много. Не уйду. Молодец. Слушай, спасибо. Я с капитаном поговорил. Он обещал, нас должно вроде места вправить. Когда? Послезавтрак. Так, стоп. Погоди. Музька, стучай. Ты че? Музька, не плачь. Боец. Подожди. Прекратите близость. Гидовой, отпустите штатскую. Да подожди. О! Что это? Я на фронт ухожу. Хочу своей невесте звуковое письмо оставить. Целлофана нет. Только бумага одна осталась. Ну ладно, давай бумагу, что нам. Заходи, садись, садись. Мить, ну что ты придумал? Все будет хорошо. Сейчас звуковое письмо запишем. Готовься. Давай, мы готовы. Приготовились, девушка. Можно. Митя, я очень тебя люблю. Я люблю тебя и буду ждать всегда. Я люблю тебя. И это на всю жизнь. Следующий. Так, все. А теперь я. Меняемся местами. Давай. Так, ты туда, а я сюда. Я готов. Давай. Муся, я. Все. Техника бастует. Простите, молодой человек. Вот вернетесь с войны, запишем и вас. ПОДПИСЫ ПОДПИСЫ ГОВОРИТЕ Ну, при чём тут интеллигент? Интеллигенция вся здесь. А там только спекулянты и приспособленцы. Простите, а вы не знаете, молоко и сыр по карточкам дают? Гражданочка, молоком и сыром вам в деревне нужно. Там они есть. А вы соберите себя что получше. Может, обменяют. Питание, 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 жиры, очень глубокий бронхит, да, возможно, тверкулез. А какие жиры? Масло, творог, молочные продукты, жир у сала, ну и на худой конец красная икра. Я понимаю, по нынешним временам рецепт почти невозможный. Мама, это же папина. Так, больше ни слова, иначе я рассержусь. Так, надо брать тележку. Вы не волнуйтесь, я как только всё обменяю, я сразу обратно. Так все делают. Мама, мамулечка! Вероня, ну куда же ты, ага. Мамулечка, не волнуйтесь. Как? Я в деревню, на обмен. Мама, я с тобой поеду. Нет. И не спорь со мной, иначе я тоже рассержусь. И я поеду. Куда ты? За Зоей кто будет следить? Вы, ладно, не волнуйтесь, это совсем рядом. Мы там когда-то грибы собирали. Поможайскому шоссе, помнишь? Ну тогда ладно. Ладно. Ба, ну не надо, ну ведь всё вере. Мама, ну перестань, мам, ну. Простите, нам нужна деревня Васильево, мы проверим. Да вы что, дамочки, там день-другой фашист будет. Слышите, фронт близко, поворачивайтесь с нами. Очень жаль, ну что делать, надо возвращаться. Гражданочка, скажите, а где продукты можно обменять? Да тут в крестах туркули такие, дерут тридорога. За кусок сала золотое кольцо отдала. Мам, слушай, ну Зое же творог нужен, доктор сказал. А крест недалеко от Васильева, мы успеем, дойдём. Ну ладно, пойдём. Пау, 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 пау. А вот такая вот, пау, пау. Пау, пау, пау. Что? Муся, постучи-ка туда. Сейчас. Киска. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Мы вещи меняем в город. — Городские? Ну, пойдём, пойдём, пойдём. Муся, брось кошку. Ну, маму. Что ты, короваренька? Вот одежда. Не, не надо. Фотоаппарат. Ну, на кой мне? Быка фотографировать? Вот пластинки. Шаляки нежданого. Нет, это чё блестит? Чё блестит, а? Это чайник. Сахарница. Ещё есть пальто. Не надо. Да, пальто. Мужское. Ложки серебряные. Ага, в хозяйстве сгодится. Ждите здесь. Есть охота. Мечами пахнет. Надь. Да вы что? Ну, здесь же ничего нет. Вы же советский человек. Что? Какой советский? Здесь уже три дня, как советской власти нету. Учительно мне вздумала. Сопля это. Скажи спасибо, что я тебя немцам не сдала. Они не равен сейчас тут будут. Так что собирайтесь. Муся, пойдём. Слышите. Слышите. Давайте-ка, быстренько, быстренько, давайте задними дворами пройдёте, идите. Мусенька, скорей. Мне неприятности не нужны. Мусенька, скорей. Мусенька, скорей. Мусенька! Побежали! Мама! Стой! Стрелять буду! Стой, руки вверх! Мы мирные люди. Мы обмениваем вещи на еду. О, вы отлично знаете немецкий. Открывайте чемодан. Хорошо. Вот, смотрите, пожалуйста. Смотри, фотоаппарат. Русские шпионы! Это неправда. Вы не смеете. Вы останетесь с нами, а ваша дочь будет работать на Рейх. Для транспорта на Флоршаву. Для транспорта нет справа, которым нет по направлению maintenance. Для люди и тихо, которые говорят, что с нами не обещая Исп file номер 3. Рейх. Ахтон, ахтон! Да, информация для Танскорс. Chillет, шутки, шутки. Мама! 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 Мамушка, мама, не плачь! ПОДПИШИСЬ! ВСКРИКИ ЗВОНОК В ДВЕРЬ При листовке в руках, под трибунал. Вражеская. Боевые. Так, стыдно. Так. Моя фамилия Гриднёв. Я командир соседнего взвода. Вы, бойцы народного ополчения, не имеете права читать вражескую агитку. Наша задача прорваться к своим. Приказы не обсуждаются. За паникёрство, саботаж, неисполнение приказов. Расстреляю на месте. Всем ясно? Где ваше оружие, боец? Оружие? А нам в народном ополчении одну на двоих выдали. У вас 15 минут. Найти оружие. Товарищ комплексвод, да разрешите мне? У него зрение плохое, он очки разбил. Выполняй приказ. Есть выполнять приказ. Стой! 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 Куда? Я не тебя посмотрел! Митя! Стой! Куда направляю? Стой! 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 Митя! Куда? Назад! Отходим! Отходим малыми кругами капушки! Отходим! Отходим! Погиб! Погиб он! Намотай сопли на кулак! Намотай сопли на кулак! Ну! Вперед! Вперед! Имя, фамилия, национальность. Иванова, Татьяна, русская. Иванова, Татьяна. Имя, фамилия, национальность. Маша. Ну, чё Маша-то? Мария Ростопчина, русская. Мария Ростопчина, русская. Имя, фамилия, национальность. Национальность? А шо-то такое национальность? Национальность, милая, то, что она снаружи пропечатана. Ах, снаружи. Ну, проверяй. Розалия Ивановна Коноплянина. Грузинской национальности. Грузинской? Это ты им рассказывай. Я грузинка, поняла? Мать у меня грузинка, отец русский. Имя, фамилия, национальность. Грузинка. А мне списки составляй. Грузинка. Дура, русская. Глаза и думает, что я еврейка. Я похожа на еврейку? Ну, посмотри, у меня похожа. Какая разница? Имя, фамилия, национальность. Михаиличенко, Дарья... Это что? Это в ушки. Главное, что ли? Я какая тут главная. Назначили бы. Ой-мой-мой-мой. А шо ты думала? Между прочим, им тоже Германию охота. Что значит, что же? Слушай, а ты откуда такая взялась, а? Из Москвы. Где там теперь твоя Москва? Теперь ты больший. Ребята! Ребята! Ещё раз по другому. Ребята! На more хеймптили. Между прочим. Ребята! Между прочим. Надо всё путать. Да, смотри, у меня есть еще один, Руссен. Ах, действительно! О, смотри, он сам. Я кажется, что он был вügельем. Да, честой. О, я так. Эй, Руссен. Руссен. Ребята! Я участвую в художественной самодеятельности. Еще за два года мы выпустили более десяти стен газет. В младших классах провели минуты организованного смеха. Смеялись? Да. Да. Юмор это хорошо. Хорошо. Кстати, а кто дал характеристику Ростопчиной? Я и учительница математики Филонова. Вы ведь подруги с Ростопчиной? А как вы размышляли? Чем вы руководствовались, когда давали ей характеристику для вступления в комсомол? Галина, скажите, правда, что ваш отец отбывает наказание как враг народа? Это правда? Да. Гуля, как ты могла? Товарищ Щеткин, я ничего не знала. Но это же ошибка. Ошибка? То есть вы считаете, что наши советские органы ошибаются в таких вопросах? Враг рвется к Москве. Эвакуация полным ходом. А вы врете. Молодушничайте. Скрывайте от товарищей правду. Это ошибка. Папа хороший. Он профессор, он доктор наук. Это недоразумение. Понимаете? Господи, ну где же они? Ба, я хочу в госпиталь устроиться. Зоенька, с твоим здоровьем. А у тебя здоровье есть? Варежки с утра Доныча шить. Жить на что-то надо. С эвакуацией не получилось. Может, как-то через госпиталь удастся организовать отъезд. Правда, мама с Музькой. Столько времени и никаких известий. Войну и год не срок. Я твоего дедушку три года с войны ждала. А дождалась? Ну, наконец-то. Ты где была? А? Где-где? В школе. Что случилось? Ничего. Есть хочу. Сейчас суп принесу. Еще теплый. Бабулечка. Ну, это моя дедушка. Второе – преступление на Союзе. Противник имел целью путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов выйти на Укрилл и окружить, и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Каширу… Котлеты из моркови, как мама делает. Далее, занять Клин, Солнечногорск, Рогачок, Ябраму, Дмитров на севере, и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее. Для этого были сосредоточены против нашего правого фланга на Клинско-Солнечногорско-Дмитровском направлении третья и четвертая… Зоя, почему они не едут? В составе первой, второй, пятой, шестой, седьмой… Приедут. …четтой и одиннадцатой танковых дивизий, тридцать шестой и четырнадцатой мотопехотных дивизий… ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК У ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Он тоже тряпочку водой намочил И мы дышали, а то бы как они Сгорели бы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что, больно, да? Субтитры сделал DimaTorzok Ложись Человек, девки, это самое теплое одеяло Слушай, Зайцева, а ты еще кто, а? Я? Я человек Так я на заводской многотиражки работала, стихи писала Угу Угу Эй, ты че, ты че на лекарство швыряешь? Это тебе не женщина? Эй, женщины швыряю, а еще душу и хватит Эй, гражданочка, вы не меня ищите? Вы не с медуправления? По поводу лекарств? Мне нужен начальник госпиталя Это по какому такому вопросу? Я новый врач, хирург Николай Иванович оперирует на втором этаже Вы извините, что не призналась сразу Уж больно вы на хирурга не похожи А вы по виду не судите Ну-ка давай, давай, давай Уж ты Да Да Не ровняй я Не сиди Не сиди Не сиди Эй, окружай, не окружай Не окружай Не окружай У больного, что вы только посторонитесь Не посторонись Извините, а Николай Иванович Киселев Николай Иванович, Супагов никак не уснет Сейчас ты у меня сама заснешь Просчитай по весу Супагову дозировку и все Просчитай Николай Иванович, здравствуйте Я к вам с направлением Не суй ты мне свое направление, не суй Я могу работать хирургом Отличница, знаю я вас отличница По книжкам все выучат, пинцеты освоят А мне не пинцеты, у меня пилы Николай Иванович Держите Вы меня не знаете Я как пилить ногу начинаю, она хлоп под стол А Киселев ассистирует сам себе Она оказалась еще и беременная О как Барышня, мне не беременные отличницы нужны Мне мужики вот с такими ручихами нужны Нет, нет, извините, вы у меня Ты поаккуратней ходи здесь И ты тоже Вы вон какая, извините Какая? Барышня, у меня не библиотека, у меня госпиталь У меня от того, и гляди, эвакуация Учреждение начнется Мне лишние люди не нужны А я к наркому здравоохранения Митию ему пойду Хоть к самому Ворошилову Ладно Иди-ка ты, девица В общую терапию Учреждение начнется В ключ joint Учреждение начнется Учреждение начнется Осенение Иди-каثر Чтобы утра Учреждение one Кто Г Breathing Аverts Роза, слушай, а че это у них за знаки найдешь? Это мушка евреи. О, своих признала. По носу, наверно. Я тебя убью, понимаете меня? Я грузинка! Мне главное, чтобы покрепче мешки таскать. Могу вам дать славянок, но не больше двух-трех. Могу вам дать славянок. Могу вам дать славянок. Могу вам дать славянок. Будешь? Буду. Лучше таких не надо. Ось, а че она хочет-то? Работника в магазине мешки таскать. Мешки таскать. Это вроде покрепче, но... Возьмите меня! Меня возьмите! Я могу! Та больная меня... Они такие грязные и хрюккие. Может быть, посмотрим в другом вагоне? Так вот ты какая! Германия, мама! Германия! Польша эта... Сортируйка! Лагерь сортируйщей. Мы сделаем такую нагрузку. Вы можете сделать такую нагрузку и выжить такую нагрузку. Губка, вот этот миленький хрен. Он видит очень трюс. Выжить его нагрузку. Скажите, это нагрузка. Гребен, быстро! Да, да, да. Да, да, да. Груст! Тоталавнаме. Тоталавнаме. Продолжение следует... Продолжение следует...